Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. В конкурсе «Любовь года» по версии сайта Дом-2 победили Юлия Ефременкова и Сергей Кучеров. Именно голосование на сайте показывает реальное мнение зрителей и настоящих победителей. Юлия и Сергей получат небольшое денежное вознаграждение или путевку на отдых. Трое участников с поляны прибыли на Сейшелы. Это Денис Ковалев, Виталий Малышев и новенькая Кристина. Остров любви покинули Марина Африкантова и Рома Капаклы. Марина отдыхает в Дубае с мамой, а Рома отправился на поляну. Фил Кострубов устал от одиночества и тоже очень хочет отправиться на поляну. Он верит, что к нему придет достойная девушка, в которой он увидит перспективу на будущее. Его силы уже на исходе. Стало известно, по чьей вине Лера Фрост избила Машу Кахно. О похождениях Леры в ночном клубе поведала Захару Соленко Катя Жужа. «Это Жужа мне так мстит», рассказывает Фрост. «Она злая и мстительная». На проекте может появиться еще один ведущий. Психолог Михаил Козлов попробовал себя в этой роли. Андрей Черкасов считает, что успех Ольги Бузовой в ее бешеной работоспособности. Перед съемкой она успевает дать интервью, в коротких перерывах решает дела по телефону. А после съемок она не едет отдыхать, она вновь едет на ночные съемки. Сумасшедший график. Ольга Бузова взяла еще одну высоту в своей головокрушительной карьере. Возможно, она станет новой звездой Первого канала вместо Андрея Малахова. Бузова запускает собственное шоу на Первом. Это проект «Баби Бунт». Алексей Купин и Майя Донцова помирились после недавних ссор. А Саша Черно и Иосиф Аганесян окончательно расстались. Они не смогли наладить отношения. Ребята опубликовали прощальные посты в сети и пожелали счастья друг другу. Зрители выяснили, сколько стоит платье, которое на протяжении всего лета носила Саша Черно. Оно стоит меньше, чем 500 рублей и почти на 100% состоит из синтетики. Так что нет ничего удивительного в том, что она постоянно потеет и покрывается прыщами, о чем часто говорит Иосиф Аганесян. Алиана Устиненко опубликовала фото с рыжим цветом волос. Она получила очень много критических замечаний. Оказалось, это была всего лишь шутка, и красилась она в шоколадный цвет. Свадьба Алены Водонаевой и музыканта Алексея Косинуса оказалась ненастоящей. Работник ЗАГСа сообщила, что Алена и Алексей только арендовали зал и там фотографировались. Расписаться они никак не смогли бы, так как браки в этот день официально не регистрировали. Курбана Амарова обвиняют в том, что он пытается заработать на своей семье. Он превратил личную жизнь в реалити-шоу. Амаров открыл новый видеоканал и регулярно выкладывает в сеть мини-фильмы о жизни своей семьи. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ. Субтитры сделал DimaTorzok